ощущение когда вроде бы все убрал но все равно стрёмно когда поднимают кабину вдруг что-нибудь вылетит оттуда случай был фирент если мне подымали кабин у меня сковорода вылетела с верхнего спальника но хорошо что ничего не побило удачно приземлилась собственно причина почему я на сервисе уходит антифриз и причина в ретардере нашли мы течь и будут заниматься впервые когда увидел недостаток антифриза начал смотреть сразу же под кабины под мотором вот но даже не в голове не в жопе как говорится не было посмотреть именно здесь над ретардером вот ретардер под этой решеткой и именно под ними идет течь но вашему вниманию сердце дракона в 8 собственная персона вот у нас небольшая изоляция кабины тепла и здесь она еще присутствует в этой части здесь где ящик ничего нету ну и с другой стороны точно так хорошо когда сервис они выгоняют ждать в зале ожидания и можно походить и поискать какие-нибудь экземплярчики вот вашему вниманию четырех мостовой скане в 8 не знаю какая нету у нее бирки но у нас орфография какая крутая скандинавском стиле тоже с кенгурятником сверху дуги и кстати большинство пользуется фирмой вот это вот тракс тем временем у меня выяснили причину и причина была там что-то откуда-то соскочила в общем это все дело поджали и теперь все хорошо короче прошлый раз когда ретардер меняли что-то там не дожали меняли его подзывной компании сканей во всех тягачах которые у нас были все на сервисе быстро со мной справились в общем поджали какой-то патрубок на ретардере с него сквозил просто антифриз и все у меня стало нормально и значит спросил я про по поводу этого звука сделали тест проехались с главным механиком он сказал что проблем в тягаче никаких нету что проблема может быть только в колесах ну типа какой-то момент износа произошел на колесах и они начали выдавать просто какой-то звук колеса здесь стоят родные то есть которые шли с завода сканей все три оси вот больше он сказал я не знаю откуда он еще может быть этот как бы звук ну вот собственно и все я еду обратно на базу зацеплять свой прицеп и ждать какого-либо задания пробег да на данный момент сто двадцать пять тысяч вот небольшой такой если можно назвать ремонтик у нас произошел retarder и конечно же не сказал что на сервисе я был в городе умея в швеции север немножко на швецию здесь небольшой такой сервис но как бы не все делают то что ты им заявку какую даешь что как бы они и смотрят потому что я задал вопрос по поводу еще датчик топлива некорректно работает 75 процентов да и всего лишь на 410 километров запаса ну то есть вы понимаете что такое нереально тем более я сейчас еду просто вообще на одной башке то есть ну показывает очень некорректные данные почему так непонятно я личный тест проводил значит что я сделал я заправил один бак и перекрыл их то есть вначале перекрыл два бака и заправил один основной бак левый до полна и у меня показала корректные то есть на один бак показала корректные все данные ну и потом на выходные перед сервисом я открыл баки ну чтобы тоже проверить что будет происходить у меня вот произошло обратно сбой то есть солярка видно что пересекла так как проценты уменьшились а было сто процентов но и показатель километража у меня куда-то делал ну вот припарковался ты конечно ближе не мог Продолжение следует... Так, прежде чем зацепиться, пойти седло смазать. Мы в компании используем оригинальный метод смазки. Ну, то есть, точнее, чем смазывать? Мы храним старые рукавицы. И этой старой рукавице ты один раз смазал седло и выкинул ее в мусор. Вот и все. То есть, нигде никаких палок ничего не возим. В принципе, прикольная тема. Как-то раньше я об этом не додумывался и всегда выкидывал старые рукавицы. Так как мы перецепляемся не часто, я только расцепился ради того, чтобы съездить на сервис. Ну и как бы седло, в принципе, местами, видите? Вот такое нужно стараться избегать. Ну, в самый раз, короче, я расцепился. Седло должно быть всегда смазано. Тем более зимой. Так как у нас коллега решил припарковаться вплотную, то есть я прицеп, крутить лапы там крайне неудобно. И просто вытащу его туда и нормально подниму лапы. Не делайте так никогда. Не паркуйтесь вдоль, близко к другим прицепам. То есть, когда это позволяет место. Есть некоторые компании, стоянки, где, ну, места, например, там нету, все там вплотняк ставят. Это другое дело. Ну, когда место есть, ну, зачем такое делать? Ну, собственно, вот такие вот у нас сейчас были нюансики на 125 тысячах. В8 Scania, 530-я, кабина Эско. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока.